К нашему эфиру присоединяется Олег Устенко, советник президента Украины по экономическим вопросам. Олег, здравствуйте. Добрый вечер. Олег, согласно выводам исследования, которые провела Международная рабочая группа по вопросам санкций против Российской Федерации, санкции работают, но есть возможность для их усиления. При этом, 23-й год может стать переломным в экономическом воздействии на агрессора. Расшифруйте нам, пожалуйста. Как еще усилить? Да, как еще усилить. И за счет чего этот год будет переломным? И за счет чего переломать? В общем, там есть, конечно, масса направлений, если говорить по поводу санкций. Есть санкции, которые накладываются на государство Российской Федерации. Есть санкции, которые накладываются на отдельные отрасли. Получается, в том числе и те, которые контролируются частными лицами, вот этим близким кругом к главе государства российского. Есть санкции, которые накладываются на индивидуумов. И они, те, которые, может быть, и не влияют непосредственно на принятие решений, но, например, те, которые поддерживают принятые политические решения. Например, речь идет о пропаганде, речь идет о тех, которые так или иначе косвенно влияют на ту политику, которую проводит сейчас Россия. Когда говорят об углублении и расширении санкций, то, опять-таки, тут, получается, идет обсуждение сразу по нескольким большим направлениям. То, о чем можно сейчас точно говорить и что можно констатировать, это то, что санкции достаточно активно бьют по финансам Российской Федерации. Если вы посмотрите, например, те санкции, которые были введены на российский энергетический комплекс, и прежде всего, то, что относится к нефтяной промышленности, вы увидите, что там есть более чем такое активное продвижение. На где-то на 45% упали доходы госбюджета России от нефтегазовой промышленности в январе-феврале, открывая при этом колоссальный дефицит государственного бюджета. Мало кто обсуждает сейчас, но если вы посмотрите на то, как был выстроен бюджет на этот год в России, то прогнозировалось, что он составит по факту за весь 2023 год 3 триллиона рублей. А то, что уже было достигнуто в январе-феврале, это 2,5 триллиона рублей. Представьте себе, я еще 10 месяцев жизни, и это означает, что дефицит будет продолжать активно расширяться. То есть сейчас уже 80%, даже 85% дефицита госбюджета, который был установлен для России на этот год, уже достигнуто. Это значит, что нет возможности финансировать этот дефицит, если вы посмотрите на то, а что дальше, да, вот по поводу углублений. А по поводу углублений мы ожидаем в ближайшие дни заседания группы, которая пересмотрит вот этот ценовой потолок на нефть. И просто напомню вашим зрителям, что текущий потолок на нефть это 60 долларов за баррель российской нефти. Но мы ожидаем активного ее снижения, снижения этого ценового потолка. И это значит, что вот этот дефицит будет расширяться. Я понимаю, что может возникнуть вопрос, а что от этого вот обычному гражданину России? А ему что от этого? Это то, что когда страна отрезана от внешних рынков заимствования капитала, а это произошло в первых пакетах санкционных по России, когда нет возможности занимать средства в том числе и на внутреннем рынке. Смотрите, с каким трудом пытаются выдавить эти 300 миллиардов долларов с крупных предприятий, которые относятся вот к этому ближнему кругу текущего руководства в Кремле. И как они вот пытаются обсуждать, что этого не стоит делать. Да и в общем денег мы не дадим и не хотим давать. И скажите, зачем это надо. И попытайтесь найти альтернативные источники. И вот тогда запускается активный эмиссионный станок, печатный станок. Тогда раскручивается активная инфляция. Тогда режутся затраты, когда не хотят раскручивать инфляцию. Но мы говорим все-таки с вами о тоталитарном государстве. И в тоталитарных государствах, когда необходимо сокращать затратную часть государственного бюджета, это именно с тем, вот с чем сейчас уже сталкивается Россия, то скорее всего будут резать точно не военного ведомства бюджет и не бюджет, связанный с репрессивной машиной. Вряд ли пойдут на снижение именно затрат по этим направлениям. Скорее пойдут на снижение затрат по социальному сектору, пометуя вот это известное выражение бывшего их президента, когда он сказал, что денег нет, а вы держитесь. Вот приблизительно в такой логике будут действовать. Поэтому расширение санкций и серьезный удар, это прежде всего то, что касается нефти. Но это тоже не все, потому что кроме нефти рассматриваются и нефтяные продукты, по которым Россия не желает циркулировать эти месседжи внутри своей страны, но это более чем активно продолжает обсуждаться в мировых экспертных кругах. И то, что мы ожидаем, это опять-таки снижение ценового потолка по нефтяным продуктам, что опять-таки будет выбивать почву из системы российских финансов. То, что будет предпринято следующее, опять-таки, если говорить в рамках тогда уже отраслевых, и вы слышали эти заявления от группы Ермака Макфола и президент Зеленский об этом уже неоднократно говорил, это все, что касается ядерной энергетики Российской Федерации. А это на секунду около, скажем, от 10 до 15 миллиардов долларов в годовом исчислении, которые они получают по этому направлению. Я понимаю, что это даже несоизмеримые вроде бы цифры, потому что одно дело, когда мы говорим с вами по поводу нефти и газа, когда мы говорим о таких падениях типа 46-45% в государственном бюджете снижения доходов от нефти и газа, и когда там речь идет о сотнях миллиардов долларов, в общем-то почти 300 миллиардов долларов, это то, что они получали раньше от этого сектора. Представьте, насколько сейчас сокращается это. Понятно, что когда они теряют сотни миллиардов долларов, то вроде бы и 10-15 миллиардов долларов на час шевестов не так много, но это тоже следующее направление движения, что более чем активно сейчас обсуждается. Вы видели санкции, которые вводятся на российский алюминий, сейчас они прошли в Соединенных Штатах Америки, когда введена 200% пошлина по алюминию. То есть потенциально, как ты можешь продавать продукт, условно, который, например, стоит на рынке 100 долларов, а если ты выходишь с этим продуктом на внутренний рынок Штатов, а почему Штатов, потому что россияне активно продавали именно алюминий на том рынке, но представьте себе с ценой 300 долларов, ты можешь выставить свои помидоры по 300 долларов, только вопрос, кто их будет покупать, если все остальные стоят, я не знаю, 20 гривен или 20 рублей или 20 долларов. То есть это, что касается индивидуальных санкций, вы видите, список просто постоянно расширяется, более того, он охватывает все больше и больше тех, которые обслуживают власть, и это тоже будет бить по системе, которая существует в России, которая культивирует эту агрессию, которая ведется России против нас, против Украины, поэтому действительно здесь может быть серьезное расширение, но добавил бы туда, кстати сказать, и химпромы, по которому уже есть санкции, они дальше будут закручиваться, даже более активно, чем это проходило раньше, поэтому вот так есть куда дальше углубляться, и есть каким образом больше отрезать Россию от поступления вот этих, если хотите, кровавых денег, которые используются на войну против Украины. А теперь давайте поговорим о том, как это отразится на простом российском населении. Мы все ждем, что россияне должны прочувствовать эту войну своим желудком. Что мы имеем? Начиная с ноября 2022 года рубль потерял 20% своей стоимости. Вы уже начинали этот разговор об инфляции. Насколько уже выросли потребительские цены? Насколько они вырастут еще в ближайшей перспективе? Начали ли россияне чувствовать, что они беднеют? И доступ к каким категориям товаров они теряют и будут терять в будущем? В общем-то, если мы говорим в целом об экономике, понятно, что там, например, на мой взгляд, самый такой серьезный удар был нанесен вообще в первых пакетах, когда Россию отсекли от рынка техники и технологий. Ты не можешь развивать свою страну, если у тебя нет доступа к международным научно-исследовательским опытно-конструкторским разработкам, как бы там себя не били в грудь, а-ля последователи их Роскосмоса или высоких технологий в Сколково. Понятно, что развивать это можно только при условии доступа к мировому рынку подобного рода технологий. Кулибины, конечно, могут и быть внутри страны, но опять-таки они постоянно будут отставать от того, что происходит в мире. А это значит, что в средней долгосрочной перспективе темпы экономического роста никогда не будут высокими, а в любой бы стране так было. А в привязке к России это означает, что увядание будет более глобальным. То есть то, что я бы ожидал, смотрите, в прошлом году они упали на уровне около 2,5%. Да, официальная статистика вдруг начала говорить о 2,1% падения, но там может быть и игра с цифрами. В этом году ожидается их падение как минимум на уровне около 3%. В случае с Ираном такого рода падение наблюдалось на протяжении нескольких десятилетий. Вот почему на теперешний момент времени, вот после 40 лет введенных санкций, иранцы все еще живут ниже уровня 1979 года, а это именно тогда, когда вводили санкции. И как быстро население начнет это чувствовать на себе? Оно уже чувствует. Оно чувствует, когда заходит в магазин и видит, что цены выросли. И не важно, что цены могут расти и в других странах. Вопрос просто, чтобы при этом росли доходы, которые компенсируют этот рост цен. В России этого точно не происходит. А представьте себе, что когда у вас есть 2,5 триллиона дефицит государственного бюджета за январь-февраль, вместо или из тех трех триллионов, которые прогнозировались в самом же государственном бюджете России на этот год, представьте себе, что они столкнутся с необходимостью немедленного урезания расходной части. Еще раз повторю, когда мы говорим про тоталитарные государства, они, как правило, предпочтительные будут резать доходы как раз со стороны населения. Или, если не резать эти доходы, то более активно проводить эмиссию. О чем, к слову сказать, уже были заявления со стороны их Центробанка, которые сказали, что, скорее всего, то, что происходит на рынке, означает серьезное увеличение инфляционного давления. И вот Центробанк России должен будет проводить как раз политику, которая будет пытаться сдерживать инфляцию. Одно дело говорить это в странах, которые функционируют в нормальной системе, а другое дело говорить, когда инструментов фактически у них в руках нет. Что касается давления на рубль, оно будет продолжать усиливаться. Но я бы предположил, что вот в таких сложных условиях, с которых сейчас находится их бюджет, из которого фактически нет никакого выхода, они будут пытаться компенсировать доходную часть государственного бюджета именно осознанной раскруткой инфляции. То есть эмиссия это будет осознанное действие с их стороны. Инфляция, пусть население страдает, пусть население вместо того, чтобы купить две бутылки молока, там, я не знаю, в неделю или в день, оно сможет купить полбутылки молока. Это уже никого особенно не волнует. Вопрос просто сохранить. Вот он получал там, например, тысячу рублей за сколько-то, за день, за неделю, за месяц, но вот он так и будет условно. Он и будет получать, но инфляция это когда вроде как деньги-то у тебя есть, но количество товаров, которые ты можешь купить на ту же сумму денег, оно будет уменьшаться. И с этим они уже сталкиваются и будут более активно сталкиваться. Более того, я бы предположил, что и девальвация рубля, в конце концов, может быть на руку бюджету, потому что они будут пытаться собирать деньги оттуда. Опять-таки, за счет обнищания большей части как раз обычных россиян. И довести, скажем, курс, ну, например, на конец этого года до уровня превышающего 100-150 рублей за 1 доллар, мне кажется, не просто вполне реально, это будет вот направлением движения. Они будут пытаться двигаться в этом направлении. А на секунду это чуть ли не двойная девальвация. То есть достаточно быстро они могут вернуться к тем параметрам, на которых находились там в первые дни недели после начала войны. Да, у них играет вроде бы как неплохую такую услугу, делает для них то, что их отрезали от внешних рынков. У них нет импорта. Они вынуждены ездить на своих автомобилях. В ряде обычный представитель среднего класса России особенно хочет пересаживаться на автомобиль, произведенный в Китае. Но ведь в реальности и альтернативы-то для него нет. Либо Китай, либо местный автопром. И то и другое точно не является выбором. Но когда у тебя нет товаров, заходящих по импорту, в том числе и потребительского характера, и долгосрочного такого потребления, это означает, что экспорт у тебя снижается. У них экспорт снижается, но снижается менее активно, чем импорт. Потому что импорт у них как раз просто оборвался. Одномоментно оборвался. Это означает, что у них нет такого колоссального давления на курс за счет того, что ухудшается качество жизни. Вот качество жизни, то, к чему они привыкли раньше, средний статистический россиянин, он не в состоянии это приобретать сейчас уже по объективным причинам. Вы знаете, что тоже относятся ко многим другим товарам, включая, кстати сказать, и фармацевтическую промышленность. И там возникали вопросы, и там шли дискуссии по этому вопросу. Гуманно-негуманно, и как и что делать. Но, тем не менее, вот эта девальвация, которая идет рубля по отношению к основным валютам, она как раз и будет влиять в том числе и на цены фармацевтической промышленности. А это тоже колоссальный удар по населению. И, в конце концов, с чем столкнется средний статистический россиянин? Открывая свой холодильник и имея прежнюю заработную плату, а может быть даже чуть более увеличенную в рублевом эквиваленте, он на нее сможет купить гораздо меньше товаров, чем он мог купить до 24 февраля 2022 года, до начала вооруженной агрессии России против Украины. Его счет за коммунальные услуги вырастет, и вырастет драматично. Он, в общем-то, уже растет. Можно посмотреть статистику, увидеть, что он уже достаточно активно растет. Мало того, что и денег нет, но средний класс все равно существует. Он пытается сберегать. А сберегать в чем? Сберегать в рубле, который девальвирует. И вот почему средний класс все активнее и активнее идет в банк. Было бы что. Пусть снимают активнее, чтобы все это летело в тартарары как можно быстрее. Пусть всячески помогают банковской системе рушиться. Спасибо вам огромное за этот разговор. Олег Устенко, советник президента Украины по экономическим вопросам, отвечал и на наши вопросы.